Я в разных местах, админ сельхоза СССР и далее. Итак, презентацию поставьте, пожалуйста. Пока презентацию ставят, ответьте на вопрос, пожалуйста. Как корреспондируется наш замечательный экспорт зерна и запреты на экспорт зерна? Вот как они корреспондируются? Ну так надо смотреть просто, кому это выгодно. Это весьма выгодная вещь. Ну расскажите, здесь многие не знают просто. А это сейчас мы дойдем. Итак, презентация, когда появится, не появится, то тогда, я думаю, организаторы заслют. А вот она и появилась. Главное напугать. Я назвал зияющие высоты аграрного. Вот там вот светлые, красивые высоты. А потом начинаются те провалы, которые есть. Про высоты нам говорят много, но вопрос в том, что за счет чего эти высоты достигаются. Но я не буду эту часть оговаривать. Это я думаю, Игорь Борисович, у меня просьба напомнить те вопросы, которые были у вас в посыле и начале. Я на них отвечу. Вот валовая продукция. Поздравляю, дорогие товарищи. У нас очередной успех. Валовая продукция сельского хозяйства, сельхозорганизации, фермерческих хозяйств в текущих ценах выросших снизилась. Я тут поставил в начале 15-й год, но если поставить 2000-й, будет то же самое. Такого у нас не было. Причем, когда мы говорим вот 65% и что там будет, если мелких не будет. Вот посмотрите, что будет, если мелких не будет. Вот что дают мелкие, что они имеют. У нас есть два мощнейших промышленных сектора свиноводства и птицеводства. Все остальное – это малые формы хозяйствования. Исчезнут ЛПХ, робятой, картошки не будет. Просто и ясно. Финансовый результат 23-го года. Прибыль выросла. Убытки вроде ничего, но удельный вес прибыльных сократился. И в январе 24-го года еще больше сократился. Мы ушли ниже 80%. Причем по Дальнему Востоку это уже не 60% по месяцу, по годам. Вообще-то говоря, это, не знаю, называйте как хотите, но, наверное, это успех. По практике прошлых лет январь вообще-то обычно все-таки, он оказывается близким к итогу погоды. Так что вот такой итог нас ждет. Количество прибыльных будет сокращаться. Я не помню, сколько лет у нас уже действует закон о финансовом оздоровлении сельхозорганизации. Вот как он действует, так он действует. Мы болтаемся на одном и том же уровне. Говорить причина. Значит, нет системных решений, есть системные ошибки в реализации. Иначе просто не бывает. В СССР были планово-убыточное хозяйство. Но по Логом Теплице в Ягудии, да, она там была планово-убыточная или в Норильске. Но это открыто и прямо признавалось. А у нас получается, что каждая пятая сельхозорганизация, про фермеров разговора нет, убыточна. Пошлины. Когда пошлины вводили, все шло под громкий рефрен, крик. Цены мирового рынка высокие, сейчас все пропадет. Но масло то самое, вот что с ценами. Все, они ушли уже ниже всех уровней до тех моментов, когда было высокое. Но их оставляют. По маслу оно понятно, потому что если отменить пошлину по маслу, то это масло добытчикам сразу возникнет вопрос. Ребята, а зачем-то ограничение на семена масличных, давайте уберем. Они скажут, нет, давайте, лучше пусть будет пошлина. Тем более, что по маслу она нулевая уже, по-моему, 8 месяцев подряд. И только по шроту работает. Вот наша замечательная деятельность по пошлинам. Вот столько вот мы забирали по годам. То есть, общее изъятие по пошлинам 600 миллиардов. И вот здесь внизу цитата господина Зернина. Я думаю, это не только его видение, но и видение Минцельхоза про эту пошлину. По принципу нельзя не сказать, но нельзя не отметить. Когда у соседки кушает борщ в присутствии жены. Надо сказать, что борщ очень хорош, но нельзя не отметить, что у жены лучше. Вот здесь примерно то же самое. Уклончиво и непонятно. Кому это выгодно? Считайте просто. 9800. Вот последние у меня были данные. Хозяйство отгрузило пшеницу. Трешку. Третий класс. Из Волгоградской области 2000 рублей перевозка. 3000 рублей пошлина. Закупочная цена публичная на малой воде 12800. Все. А экспортная цена 206 долларов. Перемножайте на курс. Вот вам и разница. Да, там есть перевалка, но там есть доход экспортера. В прошлые годы, я помню, экспортеры боролись за этот доход со страфной силой. И зачастую получали прибыль и доход исключительно за счет возврата НДС. Сейчас получают и возврат НДС, я думаю, достаточно активно, и прибыль. Теперь кредиты, кровь экономики. Вот что у нас с задолженностью. Вроде все хорошо, но 24-23 год, год провала. У нас сократилась задолженность по кредитам. Потому что сократились выплаты по кредитам. То есть крови в организме аграрной экономики стало меньше. А вынты по процентам. 23-й год, тут опечаточка, извините. Ну, это моя оценка, еще Росстат не дал. Но я полагаю, это будет порядка 150 миллиардов. Итак, 200 миллиардов мы даем на субсидирование кредитов. 150 мы отдаем на проценты. Хороший бизнес. И вот что происходит с задолженностью суммарную. Как она прет вверх по растеневодству. Благодаря пошлине и государственному замечательному регулированию. Инвестиции. Вот где мы в инвестициях. Вот там, внизу, в углу. Ниже нижнего. Это средние данные за несколько лет. Вот индекс физического объема инвестиций. Мы уже успешнейшим образом идем на уровни ниже 100%. 21-й год, то, что выше 100% в сопоставимых ценах, это скорее было исключение и случайность, чем практика. Будущее есть. Не знаю. А вот как реагирует на пошлины и инвестиции. Один критерий. Других сейчас еще пока в статистике нет. Внесение удобрения по сельхозорганизациям. Обратите внимание. Зерновые. Два года подряд. Стабильно 81 килограмм. А доходили до 84. Подсолнечник 48 упал до 45. Переходим на подсечное земледелие. Меньше удобрений. Проще удобрения. Ну, это будет органическая продукция. Но боюсь, что это органическую продукцию. Если так будет продолжаться еще года 2-3, то никто из вас есть не будет. Сельхозорганизация предпочтет неорганическую с большим количеством химии. Рентабельность. Про рентабельность это было уже. Прибыль сельхозорганизаций. Вот здесь показан 22-й год. 23-й год здесь не показал, но он уже появился. Итак, у нас рентабельность в 23-м году сельхозорганизаций снизилась на 68 миллиардов рублей. По животноводству оно выросло всего на 9. По растеневодству с минусовало 68. Это вклад пошлины в развитие. По растеневодству с 22-го, с 21-го года минус 122 миллиарда прибыли. Это та, которая вот на эти 5 миллиардов средств защиты растения, на технику, на удобрения. Они не пришли и не придут. Они не придут. Их просто физически нет. Причем вот региональные колебания рентабельности. Обратите внимание, вообще-то говоря, с моей точки зрения, трагические цифры. При нынешней ставке кредитования коммерческой 24% и ставке депозитов 16% по значительной части наших федеральных округов, а по субъектам федерации еще больше. Самое выгодное в сельском хозяйстве – это те деньги, которые заложены на производство, положить в банк. И нифига не делать. Они принесут больше прибыли, причем с существенно меньшими налогами. И главное – никаких проблем. То есть, вообще-то говоря, подталкивают к экономике такого рантье. Теперь про поддержку отрасли. У нас все время говорят про беспрецедентную поддержку отрасли. Ну, во-первых, эти полтриллиона, которые последние два года, полтриллиона плюс – это за счет пошлины. Это те 200-230 миллиардов, которые собрали по пошлинам. Они вошли туда. То есть, вообще-то говоря, переводим сельское хозяйство на самофинансирование. Ну, вот по данным ОСР, у нас против этих данных в такой агрегированной форме нет. Обратите внимание, у нас снижается поддержка производителей. Поддержка есть, она тоже снижается. Но поддержка производства снижается в прогрессирующем виде. Итак, технологический суверенитет. Наука и образование. Посмотрите на красную циферку. Где мы? Кто мы? Мы на уровне Канады. Мы до Бразилии нам еще лесом. Двухкратное увеличение. Зато по контролю, по инспекциям. Я взял не физическую сумму, потому что Китай – это большая экономика. Где-то в 15 раз больше, аграрная экономика больше, чем российская. А взял относительные показатели. Обратите внимание, у нас почти полпроцента расходы на инспекцию и контроль относятся к валовой продукции сельского хозяйства. В Бразилии – односотая. В Индии – одна десятая. Китай с его зарегулированностью – 0,2. Мы страна контролеров и надзирающих. И у нас еще очень любимая вещь – государственное регулирование. Причем у нас есть показатель, в мире есть. У нас он не учитывается и не рассматривается. Это вопрос к науке. Маркетинговая поддержка цены. То есть разница между ценой, которая идет внутри страны, на ферме, и той ценой, которая бы была, если бы с этой фермы продали продукцию по мировым ценам. Естественно, эти цены не могут совпадать. Они будут ниже мировых. Но обратите внимание, что у нас получается. Вот объемы изъятия. 700 миллиардов долларов были изъяты по зерновому подсолнечнику. И объемы поступления, животноводства, кроме той поддержки, которая избежитетная, есть маркетинговая. Но, откровенно говоря, маркетинговая поддержка – это то, за что мы с вами платим как потребители. Благодаря более высоким ценам. Но этого мы не учитываем. Это расходы в 616 миллионов долларов, по данному ОСР. Аграрная наука и аграрное образование. Только аграрная. То есть это их публичные цифры, а цифры ОСР берет из нашей статистики, из наших отчетов в министерство, когда обменились информацией. Сколько вам еще надо нас стращать, скажите, пожалуйста. Зачем мне вас стращать? Я думаю, вы и так меня насращаете. Вообще-то я закончил. Благодарю вас. Поблагодарим Александру Вадимовичу. Прекрасное, прекрасное сообщение. А теперь вопрос, который был в начале. Все-таки. Вы мне расскажите, как корреспондируются призывы к увеличению экспорта зерна с потугами по ограничению экспорта зерна. Ну давайте так. Природа экономической пошлины сейчас – это источник дополнительных средств бюджета Минсельхоза. Поэтому тут экспорт, не экспорт. Она нужна. Именно поэтому цена индикативная – 235 долларов. При фактической цене сейчас подросла – 207 долларов. Все, точка. Спасибо. Хороший ответ. Так, и у вас были еще вопросы. Значит, давайте так. Немножко про диспаритет. Вы знаете, у меня к диспаритету уже много лет довольно-таки сложные отношения. Во-первых, я считаю, что диспаритет… У вас стокгольмский синдром, что ли, уже? Диспаритетный. Да. Диспаритет, вообще-то говоря, в экономике совершенно нормальная вещь. Разная скорость оборачивания капитала. Все. То есть здесь не может не быть диспаритета. Не может. Просто физически. Да, можно говорить, причем. Но диспаритет диспаритету рознь. Потому что если мы говорим о промышленном свиноводстве, птицеводстве, закрытом грунте, господа, там непрерывный цикл с высокой рентабельностью, оборачиваясь к капитала отличное, и нечего их пугать, им пугаться диспаритету. Диспаритет возможен только в растеневодстве. Но, опять же, диспаритет решается вопрос просто. Дайте рынку рынок. Вот когда мне говорят, решается просто, я начинаю трепетать, и у меня мурашки по спине, понимаете? Так я и хотел, чтобы вы немножко напугались. Дайте рынок. Акрат, Вадимович, спасибо вам большое. Если бы не было пошлин, то любой вопрос фермера про диспаритет цен, и я бы, и кто угодно ответил, мил человек, ты получаешь мировую цену за свою продукцию, а почему другие не могут? Ты еще и господдержку копейки... Установить Горбуду так же сложно, как поющего Кобзона. Спасибо.